Что касаемо бензина, почему все там сравнивают, в большинстве стран нефтедобытчиков бензин стоит по сравнению с Россией копейки. В странах некоторых Ближнего Востока, в странах Арабского мира, в тех же Арабских Эмиратах бензин стоит около 35-40 центов. А в России, тоже нефтедобывающей стране, бензин на сегодняшний день стоит около 60 центов. Если в доллар берем сравнение. И основная статья формирования цены бензина, это не цена нефти, которая на сегодняшний день стоит очень дешево, в сравнении с 2014 годом. А это статья акцизов на бензин, на нефть и на переработанную нефть, уже бензин соответственно. То есть эти акцизы повышаются, это правительство вынуждено действовать таким образом. С точки зрения залатывания бюро в бюджете. На сегодняшний день мы знаем, страна переживает тяжелый экономический период и финансовый. И в связи с этим бензин это одна из таких вех, которая отражается на кошельке и кармане простого обывателя. Это и сейчас многие жалуются о том, что в системе здравоохранения некоторые отменены льготы, в системе транспортной логистики льготы отменяются. И вот эти процессы будут продолжаться, к сожалению. Это можно сравнить в определенный период нашей истории, в начале 18 века. Петр I столкнулся с тем, что государство российское, оно только импортировало, например, железо. И оно не экспортировало продуктов производства, как сейчас в России происходит. Нет продуктов производства, а мы сели на сырьевую лугу. То есть на тот момент страна столкнулась во время войны с Швецией тем, что импорт металла, который шел в основном из Швеции, прекратился. Страна стала на грани поражения в войне. На сегодняшний день Россия тоже сталкивается с такой проблемой, что многие товары, в которых зависела Россия, они не поступают. Это вытекает не только в ценах на бензин, а в других проблемах экономических. То есть сегодня мы находимся в таком замкнутом пространстве, это с временами начала формирования Советского Союза. На сегодняшний день Россия должна строить новую экономическую модель формирования собственного продукта на территории российского государства. Не импортировать повально все, что возможно, а производить самостоятельно. То есть на сегодняшний день это, скажем так, идеальная почва для формирования внутреннего производства. Парадоксально, но огромное количество лесов в России, но мебель, например, мы закупаем в странах Скандинавии, в Китае. Это кажется абсурдным, но это факт. То есть вот эти вот все изменения в экономике, ограничения с точки зрения различных привилегий граждан, социальных, в том числе не повышен акциз на бензин, спиртные, алкоголь и так далее, это все будет продолжаться. Но мы идем неверным путем. Необходимо формировать новую экономическую повестку. Не затягивание, скажем так, узлов и галстуков, а наоборот расширение возможностей для развития бизнеса, когда вот кризис происходит, как раз это самое хорошее подходящее время для этого.